Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город» программы «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Виталий Романчук, председатель Совета молодых ученых РГУ имени Есенина. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о работе Совета, о том, какие мероприятия у вас проходят. Ну, Совет молодых ученых РГУ имени Есенина, он действует уже более четырех лет, является одним из первых советов среди вузов Рязанской области. И сейчас, конечно, уже можно говорить о каких-то успехах и каких-то проблемах. Я нахожусь в должности всего лишь год, но, тем не менее, могу уже гордиться какими-то результатами. У нас в университете закончила действие целевая программа развития кадрового научного резерва в 2012 году. И в 2013 году, естественно, самой главной задачей было внедрение новой программы, новой целевой программы развития кадрового научного резерва. Потому что не секрет, что идет отток научных кадров от сферы образования и науки. К сожалению, это так, и в Рязани это заметно особенно сильно, потому что у нас очень сильный еще отток не только из сферы образования, но и, в принципе, отток умных, талантливых людей в московский регион. В связи с этим, естественно, задача привлечения людей в сферу образования, привлечения людей в сферу науки является одной из самых актуальных. В Совет молодых ученых входит по одному представителю каждого факультета и института нашего университета. То есть приблизительно 10 человек. Собираемся мы периодически и решаем важные задачи, которые стоят перед ВУЗом или перед молодыми учеными. Касаются они абсолютно разных моментов. Это и решение жилищных вопросов, это и решение вопросов, связанных с закреплением молодых ученых в ВУЗе и так далее. Сейчас у нас реализуется огромный проект «Информационная система для молодых ученых», которая предполагает в себя наличие электронного портфолио для каждого молодого ученого, введение рейтинга молодых ученых, автоматическое выдвижение людей на конкурсы, на премии президента и так далее. И автоматическое информирование людей о конкурсах, которые сейчас проводятся, будут проводиться и так далее. В зависимости от их интересов в электронном портфолио. Совет молодых ученых проводит также несколько мероприятий, которые связаны с популяризацией науки. И в этом году таких мероприятий будет два. Два крупных мероприятия. Одно мероприятие – это молодежно-образовательный форум «Науки и инновации», который пройдет в июле, 4-7 июля, сейчас уже можно об этом говорить, на базе гостиницы «Берега». То есть это вот этот туристический комплекс развлекательной «Окская жемчужина», который находится в Полянах. Бесплатно для участников будет проживание, бесплатное питание, что очень важно в настоящее время, когда у молодых ученых, к сожалению, уровень зарплаты не позволяет ездить на такие форумы. И оплачивать проживание, питание. Мы проводим это все бесплатно для всего Рязанского региона. То есть не только студенты РГУ будут и аспиранты РГУ, молодые ученые, но и могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые всех вузов Рязани и представителей даже промышленных предприятий. Главное, чтобы у людей были свои идеи или свой проект. — Ну и чему же будет посвящено мероприятию? — Мероприятие будет посвящено тому, что люди с идеями и своими проектами смогут получить какие-то навыки, какие-то компетенции для того, чтобы реализовать это в жизни. То есть это будут тренинги, семинары, деловые игры. То есть это не какие-то сухие лекции. Это будет очень интересная программа. Ведущие эксперты и России, и Рязанской области будут помогать людям реализовывать свои проекты и помогать им... — Помощи реализации. — Ну, помощь, помощь реализации и так далее. То есть, например, как оформить заявку на грант, как презентовать свой проект перед инвестором, как правильно организовать свое время, тайм-менеджмент, project-менеджмент и так далее. То есть деловые игры будут проводиться какие-то. Мы привлекаем промышленные предприятия. То есть компания E-PAM Systems и компания МТС выступили уже партнерами этого форума. И я думаю, что это не окончательный список. У нас еще будут партнеры. Компания E-PAM Systems, например, хочет реализовать свою деловую игру по управлению проектами, которые она реализует для своих сотрудников. Я думаю, будет очень интересно. Кроме этого, кроме участников Рязанского региона будут также около 20 человек из других областей, в основном соседних, но также представители таких крупных вузов, как Южный федеральный университет и так далее. Я думаю, что это поможет наладить какие-то связи, контакты с людьми из других городов. Виталий, ну вот как вы уже сказали, основной, скажем так, проблемой Совета является кадровый дефицит. Насколько я знаю, вы занимаетесь еще и преподавательской деятельностью. Не пользуетесь ли вы своим положением? Ну, положением я своим, конечно, не пользуюсь. Да, действительно, преподавательской деятельностью я занимаюсь, потому что мне интересно работать со студентами, мне интересно передавать опыт, который я приобрел и опыт, который я получил на работе вообще в другом учреждении. И это очень интересно, это очень увлекает. Но самое главное, что проблемы, которые у нас есть в студенчестве, я их сразу вижу, благодаря тому, что я преподаю. То есть мне это помогает даже больше в работе именно председателя Совета молодых ученых, когда я вижу проблемы, которые возникают у студентов. И почему студенты не хотят идти потом в науку или поступать в аспирантуру. И таких проблем действительно много. И видно причины, и мы пытаемся решить эти проблемы. И одна из проблем, в принципе, является вообще уничтожение образа ученого. Потому что уже ученые – это что-то такое несовременное, неактуальное. Люди пугаются, в принципе, идти в сферу как раз науки из-за того, что им кажется, что это человек, который 24 часа сидит в какой-то лаборатории, что-то там делает. И, по сути, не успевает жить в их понимании. Но на самом деле это не так. Наука преобразовалась, наука стала другой. Ученый – это обычный человек. Его уже невозможно определить в толпе, что вот он ученый, а вот он – нет. Это как раз дает студентам какой-то, может быть, стимул, толчок к тому, чтобы заниматься тоже научной работой и понимать, что это действительно не все в жизни. Можно успевать все, что угодно, кроме того, чтобы заниматься наукой. Но наука – это очень увлекательно, это очень интересно. Что уже было вами реализовано, что-то интересное, о чем можно рассказать народу, о чем вы рассказываете своим студентам в том числе? – Ну, мы реализуем, то есть я и команда, то есть научный руководитель мой и несколько студентов-аспирантов, мы реализуем очень большой проект, который получает даже финансирование в федеральных органах. Это проект, связанный с нейропроцессорами, то есть процессорами нового шестого поколения, которые работают по принципам головного мозга человека. Такие процессоры есть, и российские процессоры считаются одним из лучших в мире нейропроцессорами, но проблема в том, что для них практически не существует программа, то есть такая голая железка, которая не может работать практически. И наша цель – как раз и написание этих программ для того, чтобы оживить эту железку, этот процессор и сделать его таким, чтобы он мог применяться в обычных наших компьютерах в качестве ускорителя и так далее, и так далее, для решения разных задач. Еще что-то о ваших планах все-таки интересно, чем будет заниматься совет в ближайшее время? Впервые Рязанская область проведет фестиваль науки для школьников и студентов. То есть что это будет? Это будет максимально интерактивное шоу науки, которое будет происходить в нашем ВУЗе, то есть каждая кафедра, каждый преподаватель покажет то, над чем он работает, только доступно и понятно школьнику. То есть школьник сможет заглянуть в микроскоп, посмотреть в телескоп у астрономов, запустить какой-то опыт свой, может быть, химический опыт сделать. Там будет масса интересных мероприятий в виде шоу мыльных пузырей, каких-то лазерных шоу. Если получится, мы сделаем что-то типа Тесла-шоу, где молнии будут сверкать и так далее. У нас, скорее всего, пригласим людей, которые занимаются исторической реконструкцией. То есть каждый факультет мы представим как надо, то есть как бы очень доступно. И я думаю, что мы не посрамим имя МГУ, и сделаем этот фестиваль очень хорошо и интересно. Главное, чтобы пришли люди и поняли, что это такое вообще. Потому что в Рязани такого фестиваля, как я говорил, еще не было. Ну, я вам желаю успехов, чтобы у вас все получилось, чтобы было так, как вам хочется. И вы получили то, на что надеетесь. Большое спасибо. Удачи вам желаю. Виталий Романчук у меня был в гостях. Это была программа «Семь минут». Ну, а вам всего хорошего. Скоро увидимся.